Расширение свободы бизнеса в России может стать лучшим ответом на ограничения извне, результаты которых сейчас пытается преодолеть наша экономика. Предложений по повышению эффективности государство ждет от делового сообщества. Перед его представителями сегодня выступил Владимир Путин. Он в частности подробно остановился на вопросах возврата капитала в страну. Продолжит тему Дмитрий Толмачев. Главное, о чем говорили на съезде Союза промышленников и предпринимателей, как развивать экономику в условиях антироссийских санкций. Западные банки долгосрочное кредитование прекратили, а без дешевых кредитов многим крупным предприятиям приходится нелегко. Как заявил Владимир Путин, бизнес в этой ситуации может рассчитывать на господдержку. Основной ориентир для российских кредиторов – ключевая ставка Центробанка в марте уже была снижена до 14%. Ключевая ставка еще достаточно высокая, пока не создано дополнительных фундаментальных условий для того, чтобы мы чувствовали себя уверенно. Конечно, вот эта адресная поддержка, она крайне важна. Правительство должно наладить вот эту практическую работу по принятию решений и подведению соответствующих средств предприятия. Дополнительные деньги экономики может дать амнистия капиталов, вводить активы из-за рубежа и возвращать их домой глава государства предложил бизнес-сообществу еще в декабре. Для этого предприниматели, решившие легализовать свои средства и имущества на родине, должны получить твердые правовые гарантии, что у правоохранительных органов не возникнет вдруг вопросов об источниках происхождения этих средств. Правда, есть опасения, что западным странам такой отток активов придется не по душе. Там поступает, я бы сказал, несколько тревожная информация из некоторых стран, что у нас складывается впечатление, что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию. А это может быть связано с ограничениями использования этих капиталов, которые находятся у нас в странах юрисдикции. Просто имейте это в виду. И, конечно, каждый из вас должен сам принять такое решение. Наша задача, я много раз правительству об этом сказал, Центральному банку, всей правоохранительной системе уже тысячу раз сказано. И хочу вас заверить в том, что мы будем делать всё для того, чтобы никто не тактовал закон так, как выгодно, в том числе и правоохранительная сфера. Значит, средства перевели, задачу решили, никто не должен туда лезть и выковыривать там чего-то, чего не положено в рамках закона. Это первое. И второе, вот это действие должно быть максимально необременительным с экономической точки зрения. О том, что возврат капиталов в России может встретить противодействие извне, говорили многие участники съезда. Это не специальная, скажем, мера по санкциям против российских обладателей тех или иных активов, а это борьба за недопущение оттока капитала. Мы боремся за репатриацию, они будут бороться с оттоком. В заявлениях официальных представителей, в частности, в государстве европейских, действительно намекают на то, что в отношении частного российского бизнеса могут применяться разные меры. А ну какие меры? Прежде всего, конечно, связанные с их социализированием. Поэтому угроза такая есть. Когда начнутся практические действия перемещения капитала, мы увидим, кто помешает. Трудно сейчас что-либо теоретизировать и прогнозировать. Слишком сложная модель, на которую влияет огромное количество различных факторов. По поручению президента, закон об амнистии капитала будет разработан до конца весенней сессии Госдумы. Вместе с тем, Владимир Путин согласился с предложением продлить сроки подачи уведомлений об участии российских предприятий и граждан в иностранных компаниях. По действующему законодательству раскрыть информацию о зарубежных активах необходимо до 1 апреля. В кулуарах съезда такое решение назвали еще одной мерой реальной поддержки российского бизнеса. Владимир Владимирович сегодня сказал очень важную вещь, для нас очень важную. Это то, что касается законно контролируемых иностранных компаний, которые перенести декларирование и синхронизировать этот закон с амнистией. К ним не будут применяться какие-то незаконные меры воздействия или будут использовать ту информацию, которую они дадут, они все-таки декларировать будут большие активы. В своем выступлении Владимир Путин не раз возвращался и к темам, которые звучали на предыдущем съезде бизнес-сообщества. Например, идея подготовки национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за год, по мнению президента, выросла в полноценный проект. Запущена специальная программа подготовки региональных управленческих команд. Это не просто обучение эффективным практикам, это формирование нового, современного подхода к работе с инвесторами, так, как это, и вы знаете об этом не хуже меня, делается уже в некоторых субъектах России, для создания комфортного делового климата, комфортной деловой среды. И я прошу РСПП, другие деловые объединения, и дальше принимать самое активное участие в работе над национальным рейтингом инвест-климата. Мы должны контролировать реализацию шагов по улучшению бизнес-среды. По мнению Владимира Путина, преодоление неблагоприятной экономической ситуации в стране возможно, если государство и бизнес будут работать как партнеры. Для этого в рамках федерального бюджета создан специальный антикризисный фонд. Его объем составит почти 234 миллиарда рублей. Средства предполагается направить на поддержку системообразующих предприятий и на реализацию дополнительных мер по стимулированию малого и среднего бизнеса. Ведущие российские предприниматели считают, что в ситуации кризиса действовать надо быстро. Экономика падает. И темпы сжатия спроса значительные. У нас примерно 42% продаж автомобильной техники проходили с использованием кредита. Сейчас только 5%. Более 50% квартир при первой продаже продавались по ипотеке. Сейчас это не более 6-7%. Это, конечно, серьезный такой фактор, который будет обуславливать и уровень падения в всех отраслях, которые заняты, металлургией, для внутреннего рынка, когда производство строительных материалов, сельхозпродукции. Конечно, здесь тот уровень мер, который на сегодняшний день объявлен, пока не достанет, чтобы остановить падение. Нужно остановить падение. Государство внедряет целый ряд антикризисных мер, направленных на снижение налогового бремени и формирование новых территорий, опережающего развитие. Дальнейшее расширение свободы для бизнеса – лучший ответ на все внешние вызовы и ограничения. Поэтому мы, безусловно, будем продолжать создавать максимально благоприятные условия для всех, кто готов инвестировать в отечественную экономику и промышленность, в разработку технологий, в современные рабочие места. После заседания Владимир Путин пообщался с представителями российского бизнеса в узком составе. Обсуждали новые инициативы, заявленные на съезде, а также вопросы экономической интеграции с Белоруссией и Казахстаном. Завтра президент намерен обсудить предложения российских бизнесменов со своими коллегами Александром Лукашенко и Нурсултаном Назарбаевым. Дмитрий Толмачев, Дмитрий Кочетков, Первый канал.